Студенты Белорусского Державного Университета Транспорта подрыхтовали некольки проектов по створению для людей с обмежеванными мягчимостями без барьерного сяродня. У приватности разговор идет об открытии первого на Гомельщине инклюзивного пляжа и инклюзивного сквера. С планами ознайомились наши корреспонденты. С Белорусским Державным Университетом Транспорта областное объединение дволюдов спинальников сопротивляло не первый год. Все лета навод провели совместный конкурс «Город без барьеров». Весной студентам пропоновали распрасовать проекты по створению зон без барьерного сяродня, а в осенью подвели выники. Сярод наибольш перспективных – инклюзивный пляж на Роповском озере. Тут и автобусный припынок побыч, и вратовальная станция працуе. Миновито колея Е и вы решили створить место для купания инвалидов-колясочников. Чакается, что его открытие отбудется в наступном годе. В части инклюзивного пляжа предлагались разработки покрытий, спуски в воду и зоны отдыха, специально оборудованные для физически ослабленных лиц. То есть там специально предусмотрены площадки, огражденные перилами и позволяющие физически ослабленным лицам беспрепятственно на колясках спускаться в воду и дальше опускаться для плавания. В областном объединении инвалидов-спинальников пропонуют сделать сопротивление с Белорусским державным университетом транспорта еще больше тесным. В приватности студенты могут писать курсовые и дипломные работы с мягчимостью практичной реализации проектов. В качестве приклада – доброупорядкование сквера по улице Юбилейной. Это место добро знакомое людям с обмежованными мягчимостями. Миновито тут находится областный центр Олимпийского резерва по параолимпийских видах спорта. И филиал ГЦК – Центр инклюзивной культуры. Рядом с ними находится вот этот сквер, который мы предлагаем сделать инклюзивным. То есть, чтобы там могли в полной мере отдыхать и детки, и пожилые люди, и молодежь, и люди с инвалидностью, чтобы обустроить его вот в таком ключе. Также там рядом сделать воркаутовую площадку, где бы могли тренироваться, так сказать, и молодежь, и ближайших жилых районов, и спортсмены, которые занимаются в Центре Олимпийского резерва, и в том числе и люди с инвалидностью. Олег Шенцеров, Ольга Коновалова, Йоген Макинка. Телеры до компании «Гомель». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова